Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Татьяна Леонтьева. Смотрите сегодня. Приступили к работе. Столичные и зарубежные архитекторы изучают долину реки. На знакомство два дня. Позволяют использовать ее как декорационную зону. Детский сад. Среда. Особая. Три года, как в детсадах, внедрен инновационный обучающий проект. Первые результаты и задачи на будущее. Дети расходятся по своим интересам. Кому-то нравится конструировать. Потерпел поражение, но вышел в плей-офф. Нефтяник сыграл с челметом. Кто станет соперником команды в 1-8? Финалисты конкурса по реконструкции долины реки Степной Зай приступили к работе над проектом. Сегодня для них провели установочный семинар. В числе финалистов участники из России, Великобритании, Германии и Нидерландов. В течение двух дней они будут знакомиться с городом. Мы, конечно, возлагаем очень большую надежду на то, что ваш профессионализм, опыт и желание победить в этом конкурсе, я думаю, позволят вам привязать из себя и сделать какие-то уникальные, интересные проекты. Финалисты конкурсов по благоустройству реки Степной Зай – московские компании «Аинди Архитекс», «Обермайер Консульт» и «АйКью Студия». В их составе 12 организаций из четырех стран – Россия, Великобритании, Германии, Нидерландов. Они приехали в Альметьевск во второй раз, чтобы ознакомиться с конкурсной территорией. Мы должны найти подтверждение всем тем направлениям мыслей, которые возложили в ИСЭ. Программа сегодняшнего дня – осмотр долины реки Степной Зай и прилегающих к нему объектов. Первая остановка – городской ипподром. Здесь участники конкурса узнали, с чем им придется работать. Просто сделано чемпионочное покрытие из камня. Здесь буквально асфальт где-то около 700 метров, а все остальное мы оконтурили, будем говорить, берега. Все. Укрепили из камня. Но остановились на этом. Во время ознакомительной экскурсии обсудили специфику территории. Почеркнули, что финалистам нужно учитывать различия в климате между Альметьевском и Москвой. Попутно задавали интересующие вопросы. Скажите, пожалуйста, предполагается очистка такой степени, чтобы можно было организовать пляжи и пани. Она не прогревается, во-первых, не очень хорошо. Даже в самый летний период сегодня она 22 градуса, потому что проточная вода. А в целом анализы сегодня позволяют использовать ее как регуляционную зону. Следующий пункт – база отдыха «Снежинка» и городской Майдан. Изучать все прилегающие территории реки Степной Зай финалисты будут целый день. Чтобы глубже погрузиться в атмосферу Альметьевска, завтра им проведут подробную экскурсию по городу. Лисана Авзалова, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. Сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей. За два часа проверили 244 водителей и выявили 15 нарушений ПДД. У двоих автомобилистов не оказалось собой прав. На 16 водителей составили протокол за неправильную тонировку. Напомним, если стекла в машине затемнены больше, чем позволяет регламент, штраф за такое нарушение – 500 рублей. На месте водитель должен снять тонировку. При повторном нарушении ему грозит административный арест. Также сотрудники ГИБДД напоминают, что по закону ответственность за неуплату в срок административного штрафа за нарушение ПДД наступает после 60 дней добровольного срока оплаты и 10 дней срока обжалования. После чего дело передают судебным приставам. С начала года 120 водителей в Альметьевске привлечены к административной ответственности за неуплату штрафов. За нарушением срока оплаты штрафа предусмотрена ответственность частью 1 статьи 2025 Кодекса Российской Федерации административного нарушения. Отдел ГИБД, отдел МВД России по Альметьевскому району настоятельно рекомендует своевременно производить оплату штрафа за нарушение правил дорожного движения. Инспекторы предупреждают, пустив дело на самотек, автовладелец рискует расстаться с куда более серьезной суммой, чем та, которая прописана в квитанции на оплату. Должнику могут грозить обязательные работы, ограничение свободы и запрет на выезд за границу. Еще одно наказание – наложение второго штрафа в размере неоплаченной задолженности. То есть нарушитель будет вынужден уплатить долг в двойном размере. В ДТП в Альметьевском районе погиб водитель. Авария произошла сегодня утром на автодороге Казань-Оренбург. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» двигался в направлении Казани. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость, не учел погодные условия. В итоге совершил наезд на металлическое ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом. От полученных травм водитель «Ларгуса» скончался на месте. Еще информация – альметьевцы теперь не смогут получить в полиции готовую справку о наличии или отсутствии судимости. Часто она может требоваться при трудоустройстве в государственной и некоторой частной организации для получения визы в отдельные государства, оформления разрешения на оружие, при усыновлении, а также в ряде других случаев. С 10 февраля вступил в силу приказ МВД России, согласно которому районные отделы больше не выдают справки. Кроме того, документ будут изготавливать по новой форме с защитой от подделок. С заявлением на предоставление услуги по выдаче справок теперь можно обратиться в приемную информационного центра МВД Татарстана. Он находится в Казани. Также обратиться можно в МФЦ или оставить заявку на портале госуслуг. Это еще не все новости. Далее в эфире. Детский сад. Среда особая. Три года, как в детсадах, внедрен инновационный обучающий проект. Первые результаты и задачи на будущее. Потерпел поражение, но вышел в плей-офф. Нефтяник сыграл с челметом. Кто станет соперником команды в 1-8? Для альметьевских журналистов организовали пресс-тур в детский сад номер 44. Учреждение одним из первых в городе вошло в проект «Высокое качество образовательной среды. Новое открытие каждый день». Постепенно в него включили все детские сады Альметьевска. Об особенностях проекта и первых результатах смотрите в сюжете. Все это построено из огромного конструктора с сотнями деталей. Такой в 44 детском саду есть в каждой группе. Можно сделать небольшие домики и поселить в них игрушки или строить огромные города и миры. Но главное, дети могут стать строителями не только игрушечного пространства, но и всего детского сада. Помещение каждой группы поделено на небольшие зоны. Какими они будут и где расположатся, решают сами дети. Дети расходятся по своим интересам. Кому-то нравится конструировать, кому-то нравится рисовать в театре. И, может быть, обратили внимание на наши подписи всех центров. Все делается тонко исключительно руками детей. Старшие детки уже могут это менять. Если им надоело, что музыка в этом шкафу, они могут это переставить и точно так же переписать. В детском саду нет ни одного свободного угла в буквальном смысле. Под лестницами организовали центры рисования, небольшую библиотеку и лабораторию. В коридорах разместили театральную сцену, на стенах повесили бизи-борды, а на полу твистер и другие игры. Но так здесь было не всегда. Жизнь учреждения кардинально поменялась в 2017 году. Тогда 44-й детский сад одним из первых в Альметьевске вошел в проект «Высокое качество образовательной среды. Новое открытие. Каждый день». Позже подключились и остальные сады города. На сегодняшний день более 40 детских садов прошли внешнюю экспертную оценку. И все 90 детских садов, кто-то много, кто-то чуть поменьше, но уже все в этот проект у нас вошли. Проект в Альметьевске реализует «Татнефть». В планах компании оснасти детские сады новыми ростовыми конструкторами и оборудовать физкультурные залы. Есть желание и наладить преемственность со школами. «Очень важно, чтобы вся команда группы, она переходила в первый класс. Есть у нас школы, которые откликнулись на это. Мы сейчас начнем апробацию и, наверное, в следующую ступень, это уже в последующем будем вот это развивать». Также «Татнефть» планируют открыть в течение этого года группы «Монте-Сури» в четырех садах города. Основу методики – развитие в детях самостоятельности. В Альметьевске прошел конкурс чтецов «Живая классика». В нем приняли участие школьники с 5 по 11 классы из различных населенных пунктов Татарстана. Среди них Муслиумово, Заянск, Лениногорск, Менделинск, Ознакаево, Сарманово, Чистополь, Актюба, Бугульма и другие. Дети читали стихи классиков татарской поэзии. Они представили отрывки из произведений писателей, не входящих в школьную программу. Всего на конкурс заявились более 70 участников. На этой встрече много школьников и молодежи. Это значит, что молодому поколению интересна татарская культура. И о спорте. На всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике альметьевцы заняли два первых места. Соревнования прошли в городе Октябрьском. Там за победу боролись 325 спортсменов из 18 городов России. Борцы тем временем успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе силы России. Три спортсмена стали первыми. Также у альметьевцев одно серебро и одна бронза. Альметьевские пловцы привезли победу со всероссийских соревнований по плаванию Мэдвейв Классик этап Владимира Селькова. Там участвовали более 750 спортсменов из 28 регионов России. А также пловцы из Казахстана и Южной Осетии. Анастасия Кузьмина стала победительницей на дистанции 200 метров «Баттерфляй». Трижды серебряным призером и бронзовым призером на разных дистанциях. Никита Белоусов финишировала вторым на дистанции 200 метров техники «Брас». Виктория Левицкая стала пятой на двух дистанциях в вольном стиле. Первый этап чемпионата ВХЛ для нефтяника завершился в Челябинске. Гол перед первым перерывом оформил челябинец Александр Кирпичников. В самом начале следующего игрового отрезка Челмет удвоил преимущество. А на 35-й минуте на табло горело 3-0. Не прошло и двух минут, как альметьевцы сократили отставание. Тимур Фаткулин и Денис Лепустин начали комбинацию, а завершил ее Виталий Каменев. В третьем периоде эта же тройка игроков сократила отставание нефтяника до минимума. В концовке ворота гостей опустили, но счет 3-2 так и продержался до финальной сирены. Нефтяник завершает первый этап чемпионата на седьмом месте в своей конференции. В плей-офф команда сыграет с Ладой и с Тольятти. До погоды материал нашей традиционной рубрики «Есть вопрос». Граждане Российской Федерации, поступающие на службу в органы внутренних дел, должны соответствовать квалификационным требованиям, быть способными по своим личным и деловым качествам, физической подготовке, состоянию здоровья, выполнять служебные обязанности сотрудника. На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет. Предельный возраст поступления на службу установлен для замещения должностей рядового состава и младшего начальствующего состава 35 лет, должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава 40 лет. Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел для граждан, ранее проходивших службу в федеральных органах исполнительной власти, на должностях по которым предусмотрено присвоение специальных званий, для замещения должности рядового состава и младшего начальствующего состава 50 лет, должности среднего и старшего начальствующего состава до полковника полиции, полковника внутренней службы полковниковой юстиции 55 лет. Принимаются граждане, служившие по призыву в вооруженных силах Российской Федерации или имеющие отсрочку от призыва. Граждане, поступающие на службу в органы внутренних дел, проходят военно-врачебную комиссию, профессиональный психологический отбор, психофизиологическое исследование, тестирование, направленное на выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребление алкоголем или токсическими веществами. Проверка уровня физической подготовленности. Проверка уровня физической подготовки кандидата включает в себя сдачу нормативов. Мужчины. Необходимо набрать не менее 105 баллов в сумме двух упражнений. Женщины. Необходимо набрать не менее 65 баллов в сумме двух упражнений. Для поступления на службу в органы внутренних дел кандидат лично представляет в кадровое подразделение по месту обращения заявление с просьбой о поступлении на службу в органы внутренних дел. Паспорт гражданина Российской Федерации. Собственно ручно заполненную и подписанную анкету. Собственно ручно написанную автобиографию. Документы об образовании и о квалификации. Документы воинского учета. Трудовую книжку. Уведомления или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. А также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги, супруга и несовершеннолетних детей. Иные документы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Заявление с просьбой о поступлении на службу в органы внутренних дел принимается в случае предоставления вышеуказанных документов в полном объеме. 20 февраля в Альметьевске прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха ночью 0 градусов, днем плюс 2. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. Это все новости на сегодня. Далее в эфире новый выпуск передачи «Городская среда». Еще больше информации, сюжеты и все выпуски передач можно найти на нашем сайте. И подписывайтесь на наши социальные сети «Мы есть везде». На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин